В эфире новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Экстремальная учеба. В двух селах Баба-Юртовского района школьникам приходится учиться в зданиях, признанных аварийными. В ситуации разбирались наши корреспонденты. К выбору института со всей ответственностью. Десятки вузов и более тысячи учащихся выпускных классов приняли участие в ярмарке «Выпускник-2024». Родники Дагестана. Итоговая республиканская выставка народных промыслов открылась в Махачкале. Подробности в выпуске. Некоторые учатся в строительных вагонах, а иные прямо в центре коридора. В двух селах Баба-Юртовского района школьникам приходится получать знания практически в экстремальных условиях. То потолок обвалится, то вода с крыши потечет. Оба образовательных учреждения признаны аварийными. Почему объекты так и не включены в соответствующую госпрограмму и сколько еще детям ждать безопасного и комфортного обучения, узнавала моя коллега Патьмат Ханапова и ей слово. Вместо стекол на окнах полиэтилен, повсюду оголенные электропровода и классика всех ветхих школ, сыпающиеся потолки и стены. Получать знания здесь приходится, рискуя жизнью. Когда проходил урок, упал вот этот потолок и его потом замазали. И он оттуда тоже, прямо сюда, где сидел мальчик, возле него, почему он сказал, упал рядом. Дырявый потолок, холод и залитый дождем парты. Не единожды срывали уроки. Здание было возведено более 60 лет назад. Конструкция сборной щитовая. Рассчитана была максимум на 10 лет. Это в очень опасном состоянии. Один прекрасный день, наверное, сложится, как карточный домик. Уважаемые, давайте обратимся лицом к людям, в каких страданиях, в каких условиях живут, работают, учатся. Это дети будущее наше, дагестанское. Нашумевшие строительные вагоны – вариант альтернативный. Находиться в основном здании дети боятся. Обучаться в стенах этой ярко-синей железной конструкции в селе Советское посчитали более безопасным. Но и здесь учителя и ученики мерзнут зимой и изнывают от жары летом. С другого аварского селения нам перевезли ее. С Суцюмирта? С Суцюмирта. Ну, в таком состоянии, разве можно детям учиться? Детям же удобства нету. До каких пор мы будем вот это все продолжать вот так жить? Мы же существуем, считается, на этом месте. Существуем мы просто. Вопрос о строительстве новой школы стоит вот уже восьмой год. В дело было вмешался и сам глава республики. Власти даже выделяли более 10 миллионов рублей на эти цели. Подрядчик не выполнил задачу, деньги вернули в бюджет. Было распоряжение начать в апреле строительство и проектирование школы в селе Советском. Обещать умеют, а делать тяжеловато. Ну, если вот это все так продолжено, наверное, как родители, как женщины говорят, дети на следующий год, наверное, на школу не пойдут. Мои дети мне дороже всего. Почему вопрос так долго тянется, разъяснять из официальных лиц нам на месте никто не стал. Глава муниципалитета от комментариев отказался, якобы устал объяснять одно и то же. И почему-то даже обиделся, что заслуги его никто не замечает. Не надо, да, меня снимать, правда. Про заслуги мы вправду ничего не знаем, но узнали про еще один проблемный объект. Школа в селе Туршунай. Та же история. Только здесь детям приходится учиться не в вагончиках, а прямо в центре холодного коридора. Проходят у нас уроки здесь очень часто. Все классы бывают заняты. Вообще кабинетов меньше, чем классов. Здесь обучаются около 250 учеников. На такое количество школа не рассчитана. Дети занимаются в две смены. Но даже так кабинетов хватает не на всех. Четверо детей учатся в этой школе. Как бы обидно ни было, вот в такой школе. Вы сами чувствуете, когда ходите. Наши дети видят, как в других школах красиво. А у нас не то, что там бассейн и какие-то мечты. У нас обычные классы нет. Более подробно ситуацию разъяснили в Министерстве образования республики в официальном письме, с которого следует, что вопрос на контроле властей и его решение в ближайшей перспективе. Решится ли вопрос или нет, покажет время. Пока же ситуацию держит на контроле Общероссийский народный фронт. Одночасье решить эти вопросы невозможно. Это все понимают. И они в том числе. Но вопрос заключается в том, что вопросов и обещаний слишком много. И затягивается это все. И с года в год людям обещают, а реальных действий нет. Патима Тханапова, Нурмагомед Магомедов, Новости ННТ, Баба-Юртовский район. Премьер-министр Дагестана посетил исправительную колонию номер 2 в поселке Загородный в сопровождении начальника регионального УФСИН Андрея Полякова. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Основная цель визита – ознакомление с производственными площадками учреждения и их расширение. Напомним, что в рамках исполнения поручения президента России в республике созданы рабочие места для осужденных. Они функционируют в исправительных центрах на базе промышленных предприятий. Десятки республиканских вузов и более тысячи учащихся выпускных классов приняли участие в ярмарке «Выпускник-2024». У каждого абитуриента была возможность получить ответы на интересующие вопросы при выборе профессии. Их вниманию были представлены информационные стенды о том или ином вузе, а также были организованы различные мастер-классы. Само мероприятие прошло на площадке Республиканской национальной библиотеки имени Расула Гамзатова в столице республики. Ярмарка проводится Махачкалинским центром занятости населения на ежегодной основе. 39 мастеров с разных районов республики приняли участие в итоговой республиканской выставке народных промыслов «Родники Дагестана». Организована она была Министерством культуры Республики, Домом народного творчества при участии Союза художников Дагестана. Тамара Самедова продолжит. Самобытность и суровый нрав дагестанцев проявляются и в искусстве. Изделия этих мастеров являются свидетелями большого трудолюбия, тонкого чувства красоты и художественного дарования. Умар – уроженец селения Ичичали Хасавюртовского района. Дрожжевкой металла он занимается более 40 лет, а сейчас может гордиться тем, что без трафарета и зарисовки может выполнить любой рисунок. Говорит, что опыт дает о себе знать. Мне это несколько дней надо, если с нуля начинать, нормально очень делать. Можно побыстрее тоже делать, но это уже не доброе. Я же с такими известными мастерами, я должен стараться как мастер. Я же на базар не работаю. Я стараюсь, поэтому несколько дней проходить, чтобы ее нормально делать. С нуля начинать, потом очень делать. Вот этот узор, здесь вот так она чистая будет. Без зарисовки, без ничего, просто уже у меня рука набитая. Вот так я делаю. Астериться из Гуликского района, в отделах Юнусова. Тысячи крохотных узелков и месяцы кропотливой сосредоточенной работы. И платок-паутинка готов. Тонкий белый платок под названием «Тастар» – настоящее волшебство этой выставки. При стих умела чуть ли не каждая девушка села Нижнее Казанище. Сейчас во всем Буйнакском районе осталась одна мастерица – Жамина Шугаибова. Чтобы старинное ремесло не стало историей, она решила возродить этот вид рукоделия и обучать этому других. В 2000 году начала этим заниматься, вот сегодняшний день. И мы держим даже гусеницы, желкопрятки мы обращиваем, из них делаем платки. Короче, мы не успеваем из нее получать нитки, берем трески и шелк. Если у нас узлов не так получится, если с иголкой надо сразу поправить, а если нет, порезать, убрать, вот этот кусок заново делать. А мы с этих платков берем рисунки. Оттуда одно рисунок, другое, другое рисунок. Вот так мы делаем. По словам организаторов, выставка является заключительной в этом году и собрала самых талантливых мастеров разных уголков нашей республики. Это не те мастера, которые работают для получения денег над изделиями, а в большей степени для того, чтобы сохранить этот вид народного искусства традиционного. Они нам, конечно, все дороги, потому что это наше культурное достояние, это все то, что имеет отношение к нашим традициям, к нашей самобытности. В общем, это известные мастера, мастера, которые имеют свое имя, имеют свое лицо в этой национальной культуре. Мы очень дорожим и имеем. Увидеть изделия дагестанских мастеров во всей красе можно в выставочном зале Союза художников. Выставка продлится до 25 декабря. Тамара Самедова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. И о спорте. Махачкалинец Ахмед Тажудинов признан лучшим борцом-вольником 2023 года. Итоги сезона подвел сайт Объединенного мира борьбы. 20-летний Тажудинов обошел таких звезд, как Дэвид Тейлор и Заурбек Седаков. Спортсмен тренируется в школе Абдул-Рашида Садулаева, а с конца прошлого сезона выступает за Бахрейн. За это время ученик Шамиля Амарова, помимо победы на чемпионате мира, принес новой стране золото азиатских игр и чемпионата Азии. Победитель номинации определялся путем голосования болельщиков на сайте мировой борцовской организации. А в Махачкале подвели итоги финала республиканского этапа всероссийского турнира по баскетболу «Локобаскет» школьная лига. Золото среди команд юношей завоевала средняя школа номер 5 города Кизляра. В финале они одолели сверстников из Махачкалы. А в споре девушек сборная столичного лицея номер 52 в матче за первое место обыграла команду лицея номер 10. Победители получили путевки в финал СКФО «Локобаскет» школьной лиги. Самыми полезными игроками республиканского этапа были признаны Хадиджи Махмудова и Максим Сидунков. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!